Братья и сестры, так получилось, что я парочку дней не был в фейсбуке, не читал френд-ленту и просто сегодня присмотрел и ужаснулся тому, что там у вас происходит у вас там сплошная паника, Украину сливают, кошмар, давайте сдаваться и всякое такое значит, я спешу вас успокоить для того, чтобы успокоить, я вам разъясню таинственный механизм образования паники так вот, нюанс заключается в том, что у человека за образование паники, за панику и за восторг отвечают одни и те же нервные центры на самом деле вы испытываете восторг просто вы его путаете с паникой опутаете от недостатка рационального понимания вот давайте с этим рациональным пониманием спокойно разберемся смотрите, что такое война, которую нам всем готовит проклятый Путин из злобного сепартиста мы же все с вами скованы с детства воспитанием цепями по рукам и ногам множество условностей постоянно хочется что-то сделать, сделать что-то принципиальное встать, сказать, заявить, изменить ситуацию в обществе, в семье, вокруг и этого никогда не получается потому что есть система, с системой невозможно бороться все это, вот, тысяча условностей, тысяча взаимосвязей и так далее, и так далее так вот война, друзья мои, война, тем более война гражданская это огромный праздник непослушания мы все сможем скинуть цепи, которые сковывали нас с детства все можем реализовать свои комплексы, неврозы, выпустить это все наружу более того, сделать из них таланты, добиться своего, сделать карьеру, славу и каждый из нас станет гораздо свободнее себя чувствовать и во время войны, и после войны не надо паниковать такой шанс изменить свою жизнь настолько разобраться со всеми комплексами неврозов и со всем наболевшим сделать наконец-то то, что хотелось сделать 20 лет подряд выпадает один раз в 100 лет, далеко не каждому поколению нам он выпал, нужно радоваться второй момент, семейный или меж... межполовой, скажем так смотрите, для мужчин сплошной праздник мы же все мальчики с вами всегда мечтали о настоящих войнушках ни о пейнтболе, ни о зорнации, ни о всяких там вот этих вот давайте вот честно себе скажем, что Грушевского это было лучшее время нашей жизни по крайней мере за несколько последований, по крайней лету сейчас будет еще интереснее сейчас полетят танки, самолеты, по ним можно будет классно пострелять у всех будут появиться взрослые цации ими можно будет в оптические прицелы реально там что-то там кого-то видеть спускать крок плавно враг будет валиться вы будете это чувствовать себя настоящими мужиками у нас у всех с вами развернутся плечи мы с вами станем людьми, которые сами отвечают за себя победителями женщинам опять же тоже хорошо вы все жалуетесь на наших мужиков безусловно то, что он гвоздь не способен прибить и наладить отношения в семье разобраться между своими там работами друзьями, женщинами и детьми и вами так сейчас же на войне вырастет огромное поколение достаточно серьезных мужиков настоящих, таких, в которых вы можете влюбиться красавцев с двумя пистолетами и подмышками в камуфлированной форме которые никогда уже не будут мямлями которые все вопросы научатся решать так как надо по-мужски все вам тоже это хорошо более того, вы женщины тоже сможете стать самими собой проявить себя по-настоящему война это очень много заботы о слабых о детях о тех, кто воюет о мужчинах часть из вас станет бойцами настоящими часть из вас станет настоящими сестрами милосердия часть из вас будет стабилизировать психику и помогать паникующим пенсионерам заботиться о них вы сможете стать женщинами широко развернутыми плечами дышать полной грудью ходить на длинных стройных ногах быть самими собой а не домохозяйками там всякими замученными менеджерами и так далее и так далее никому это не нужно сейчас мы все сможем оторваться второй момент в целом для общества война это конечно трагедия но это трагедия для в семье персонально каждого человека для одного человека который может быть убит ранен или искалечен в целом для общества давайте скажем правду война это основной социосистемный двигатель это возможность пережечь те накопившиеся шлаки навсегда разобраться с проклятым прошлым и наконец победить и наконец-то проelect наконец-то строить новый мир это очень озДораливающая вещь такой стресс процедура люди занимаются экстремальными видами спорта а страны занимаются экстремальными видами времяпрепровождения в стиле войны гражданская война история ист Zust Dream это не только разруха и прочая гуманитарная блал-блалга как нам города. А это борьба за будущее. Гражданская война, это борьба за будущее. Путин со всеми вот этими братьями своими хочет запрессовать нас в убогое, несчастное, совковое прошлое. Мы с вами сражаемся за то, чтобы здесь был 23 век. Сплошную зелень, много людей в белых одеждах, космический корабль в каждом дворе и бесплатный Wi-Fi под каждым кустом, на котором мы лежим, едим экологическую еду и гордимся тем, какая славная у нас страна. Это подверждают все, от серьезных аналитиков западных think tanks до буддистских святых, которые выступают. Дмитрий Петровский рассказывает, что вы люди будущего. Мы здесь с вами воюем за будущее всего человечества. Это очень почетная миссия. Мы с вами правы по человеческим законам, по международным, по национальным, по божеским, по законам завтрашнего дня мы победим. Не надо паники. Никогда в истории человечества не бывало так, чтобы 1 июня проиграла 31 мая. Просто сейчас дурдом, мы с вами находимся в 32 мая, но это тоже интересно. Это тоже интересный культурологический момент, когда мы с вами еще попадем в конце концов в 32 мая. Так что это в целом хорошо и для государства. Только так, только во время этой войны мы реально сможем убрать весь этот так называемый политикум, надоевший вот этот шлак, пиявок, которые пьют из тела общества. По-настоящему разобраться с пятой колонной. Отставить все заскорузлые вещи, законы и прочее в прошлом. И построить как победителя новый светлый мир. Настоящий. Такой, как вам всем будет нравиться жить. То есть война это и для общества. Хорошо. Теперь смотрим дальше. Есть такая штука, как государство. Государство, современная система образовалась в 1648 году. С Вествальским миром закончилась 30-летняя война религиозная в Германии и в Европе. И началась современная система государства. В 45-м она была закреплена окончательно. Что такое современное государство? Это огромный толстый слой бюрократии, который ничего не делает, потому что не умеет. Он парализован и задыхается под собственной тяжестью. Сосет соки из нас и не выполняет элементарных вещей. От отключения и подключения горячей воды до защиты Родины от внешней агрессии и внутренней пятой колонны. Мы с вами живем в историческое время, когда роль государства принципиально изменяется. Мы уберем его сверху общества. В лучшем случае оставим его сбоку. Кабинет министра будет 5 человек. Министр экологии, министр безопасности, министр здравоохранения, министр больших инфраструктурных проектов и министр обороны. Все, больше не надо. Все остальное общество будет прекрасно регулировать себя само. Люди в космос запускают, космические корабли, частные компании уже. Государство будет сбоку. Это будет форма, и она будет не надсмотрщиком, не регулятором, не тем более полицейским с дубинкой и толстым бюрократом. А это будет государство, когда как форма самоорганизации общества, коллективной самозащиты и больших инфраструктурных проектов, что-нибудь такое. Знаете, общество будет само спокойно жить в свете. Это не перестанет быть паразитом сверху. Оно станет маленьким дополнительным рычагом сбоку. Это феномен. Это вообще-то подведение итогов со времен образования государства. Пяти тысяч лет. И это делает Украина. Этим надо гордиться. Это сделаем мы с вами. И то, что сейчас мы видим полное беседельное государство, не способное всех этих турчиновых компаний рулить, так это же благо. Отнеситесь к этому как к благу. Испытайте от этого восторг. Я объясняю, по какой причине. Потому что государство достало уже всех. И есть отличный способ с ним наконец-то разобраться. То, что они недееспособны, это прекрасно. Потому что оно настолько глубоко проникло в наши корни, слилось, что даже самые умные люди считают, что без государства нельзя. Все-таки должен быть полицейский, с дубинкой чиновник, с томом законов, чтобы мы чего-то там с вами делали, не подрались между собой, да, и смогли организовать. Вот смотрите, я к вам записываю видеообращение без всякого государственной помощи. Вот я тщательно осмотрел свою машину. Ни полицейского пока, ни чиновника с законами нет. Тем не менее, я к вам обращаюсь, вы это посмотрите. И вот будет уже сделано социальное действие. Мы выложим его в Facebook, который тоже негосударственный. И будем отлично общаться между собой, без всяких чиновников, без всяких ментов. Они не нужны нам. Но для того, чтобы искорить это все, выбрать из нас эту уверенность в государстве, желание в него инвестировать, в эти телекартинки, которые на проверку оказываются слезняками, не способны сделать ничего толкового, нам нужно, чтобы нас вырвало от отвращения при виде всех этих людей, вырвало от отвращения при виде на то, как они пытаются организовать оборону нашей страны или широкие реформы. А это должно, знаете, подкопиться. Мы должны потерять примерно половину территории, должна быть паника в Киеве, должны быть провокации во Львове ровно для того, чтобы должны ударить по нам белорусы, нас должны сдать все и вся, и все эти пасторы, все эти хлопцы должны похватать чемоданы и попытаться убежать. И только тогда мы поймем, что на него не надо рассчитывать. На него не надо рассчитывать ни в деле отопления наших жилищ, ни в расчистке Киева от снега, ни в деле обороны нашей страны, от внешней и внутренней агрессии. Никто ничего не сделает, если этого мы не сделаем сами с вами. Отвыкайте надеяться на государство, оно в лучшем случае не мешает. Ну, там где-то может помогать. Чуть-чуть. Но это все избирательно и так далее. Главная мысль, которую надо держать в голове, о том, что государству это пройденный этап. Это не скелет уже общества. Это одна из форм многочисленных коллективной самоорганизаций, далеко не самая лучшая, с очень большими издержками, но все-таки способна решать какие-то задачи, которые мы решать не можем. Вряд ли частная компания сейчас может содержать хорошие военно-воздушные силы, а государство все-таки может. Вот ровно эту функцию мы ему и оставим. Всего остального оно лишится и лишается в наших глазах, и это очень хороший повод. Это признак новой весны, понимаете? Новое небо и земли, новой эпохи, которая идет. Радоваться нужно. Что там еще остается? Этнос. С этносом тоже все в порядке. Наконец-то мы разберемся, кто на каком языке говорит, что такое настоящий украинец, потому что насилие – это всегда хороший повод для самоидентификации. Насилие над страной – это повод всей нации задуматься, кто они, как мы будем дальше жить. И, наконец-то, разобраться между собой, кто, куда и как это будет делать. Поймите, сейчас вылезет, во время этой агрессии, вылезет все плохое, то, что есть. Оно уже вылазит. Никто не скроется. Мы всех их будем знать наизусть и всем предъявим длинный-длинный счет. И новое общество, послевоенное, оно будет очень таким вот здоровым, скажем так. Все шлаки уйдут. Следующее. Что там нам остается еще? Ну, международная обстановка. Ну, так я поговорил со своим товарищем в Вашингтоне, который вчера брал интервью у Маккейна. И там позиция Соединенных Штатов наконец-то четко определена. Они втягивают. Путина решили снять. Это хлопец, который слишком много, слишком сильно раскачивает международную систему. Никому не нужны такие бутузы. И сейчас его заманивают в Украину, как когда-то заманивали Советский Советский Афганистан. И Советская Армия тоже входила очень победно. Взят дворец Амина, бла-бла-бла, пятое-десятое. Вспомним, что с ней было через какой-то год. И спустя 10 лет. Сейчас такого не будет. Сейчас все произойдет гораздо быстрее. По одной простой причине. У советских вождей не было зарубежных счетов персональных. А у Путина есть. Там три нажатия кнопки, два телефонных звонка. Путин нищий. Россия в огромной экономической дыре. И там начинаются соответствующие проблемы. Просто нужно, чтобы они сделали все глупости, зашли сюда. А нам с вами дадут современное вооружение, средства, поддержат морально. И мы сможем отлично, прекрасно пострелять из тингеров по российским самолетам. По-моему, это прикольно. Согласитесь. Ну, по крайней мере, я обращаюсь к тем мальчикам, которые еще не забыли, что такое война и как она на самом деле интересная. Быть мерчандайзером и риэлтором это же на самом деле не то, что вы мечтали в детстве, я же знаю. Так что давайте испытывать восторг. Ну, как бы вот так. Ясно. По поводу прогнозов. Вы же захотите прогнозов, я вам скажу. Они будут мутить на майске. Российская группировка с белорусской полностью готова для того, чтобы входить все тут расширять, хватать, но у них ничего не получится. Полезайте мне. Как только российские танки перейдут к границу, если они перейдут, потому что пока нет необходимости в этом, сепаратисты и бабушки с ленточками отлично берут администрацию за администрацию, но вот когда они выйдут на эту линию, которую мы очартили с вами раньше, они упрутся. Упрутся, у них начнутся проблемы. Более того, у них там полно будет проблемы на местах, потому что Донбасс, Луганск, Харьков и так далее, это все украиноязычные села. Масса патриотов, которые пишут видеообращения, что-то там делают, кого-то стреляют и так далее. То управление в Киеве будет потеряно моментально. И тогда менты не будут бить спину, а каждый сможет действовать на свой страх и риск так, как он это считает нужную. Полная свобода. И это хорошо. Давайте дождемся этого прекрасного времени. Оно наступит либо на 9 мая, либо на 9 июня, либо на 9 июля, либо в октябре. Все равно рано или поздно оно станет. Каток раскатился российский, и все глупости будут сделаны. А для нас эти глупости это повод стать самим собой, получить реальную свободу и построить новый, прекрасный, светлый мир. Война – это трамплин. Поэтому не паникуйте. Все, что происходит, это в нашу пользу. Мы обязательно с вами победим. Победим в короткое время. Современная война – это не Великое Отечественное. Это будет так, что на соседней улице стреляют, а здесь гуляют мамы с колясками. И тот, кто не хочет погибнуть, не погибнет. Потому что так между нами, я вам точно скажу. Ну и те из вас, кто пережил опыт Мариинского и Грушевского, всегда видно людей, которые пришли сюда умирать. Не будьте такими людьми, вы останетесь живых, вы будете победителями, вы будете теми, кто построит новый мир. У каждого поколения своя война, вот нам досталась тоже своя. Поэтому спокойно, мирно, тихо, как свойственно украинцам, очень, очень взвешенно, очень размеренно, очень с мягким юмором и спокойно мы сделаем свое дело, обломаем, сломим хребет русскому медведю, а потом еще те из нас, кто наиболее активный, попляшут в Москве на разваленных Кремлях. И в России будет тоже демократия. Демократия, короче, будет везде, все будет хорошо, ура, держимся, не надо паниковать. Вы восторг испытываете, не панику, повторюсь. Просто подумайте о преимуществах нашего с вами положения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok